Сегодня мы поговорим об откровении, о вашем отождествлении со Христом. И то, что я расскажу вам сегодня, абсолютно выбит основу из-под всего, что дьявол пытался делать в вашей жизни. Если вы сможете услышать голос Господа сегодня по этому поводу, тогда этот день станет временем, когда вы продвинетесь вперед во всем, что Бог призвал вас сделать в каждой ситуации, с которой вы столкнетесь в своей жизни. Давайте посмотрим на это слово «отождествлять». Это слово означает «ассоциировать в имени», в чувстве, ассоциировать в интересе, ассоциировать в действии, ассоциировать в силе. Это главная суть. Это ассоциация со множеством разных характеристик. Могут возникнуть вопросы, какова ваша ассоциация? Или с чем или с кем вы себя ассоциируете? Но слово «отождество» в другой форме означает «точное подобие в природе и качествах». И здесь вопрос, с кем вы себя отождествляете? Знаете, когда вас останавливает полицейский, или вы заходите в определенное здание, обычно вы показываете свои документы или что-то наподобие. «Когда вы говорите об отождествлении, то это точное подобие в природе или качествах». Сейчас я что-то покажу вам в 16 главе Евангелия от Матфея. О чем-то мы говорили раньше, о чем-то вы пришли к пониманию. Но сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели на это место свежим взглядом. Я ничего не прибавляю. Это было написано здесь все время, и я хочу, чтобы вы услышали Духа Божьего, когда Он будет открывать вам это, как Он открыл мне. И это потрясающе. Это потрясающая истина. Давайте начнем с 13 стиха. Это исповедание веры Петра. Иисус начинает говорить в 13 стихе. Прочтем Евангелие от Матфея, 16-13. «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, Смотрите, что Он спросил. За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Кем считают Меня люди?» То есть, с кем по их словам Я ассоциируюсь? Кто-то спросит, ну а как это узнать? Прочитайте следующий стих. Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя». То есть, некоторые отождествляют тебя с Иоанном Крестителем. Или, некоторые ассоциируют тебя с Иоанном Крестителем. Видите это? Другие за Илью. То есть, люди ассоциируют, отождествляют тебя с Ним. А иные за Иеремию. Или за одного из пророков. Таким образом, ясно, что вопрос вот в чем. С кем ты отождествляешься? С кем ты ассоциируешься? Иисус спросил, «За кого почитают Меня люди?» То Я по мнению людей. С кем Я по их словам ассоциируюсь? Кому подобен? И в ответ они назвали Ему все эти имена. Итак, вот в чем вопрос. Это вопрос тождества. Теперь обратите внимание на 15 стих. Он говорит им, «Я спросил вас, с кем другие отождествляют Меня, а теперь я спрашиваю, за кого вы считаете Меня? С кем вы Меня ассоциируете? Кто вы скажете, что Я в ассоциирую? Симон Джи Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Хорошо, теперь смотрите. То, что только что вышло из уст Симона, было абсолютной истиной. Вот что сказал Симон. После вопроса, «С кем вы отождествляете Меня?» Симон ответил, «Вот с кем мы тебя ассоциируем и отождествляем. Ты Христос, Помазанник, Сын Живого Бога». Он сказал ему, «С кем он Его отождествляет и ассоциирует?» Ответив, «Ты отождествляешься с Богом». Твое отождество Христос потому, что у тебя точное подобие с тем, с кем ты ассоциируешься. Вы следите за мыслью? Хорошо, смотрите. Симон, Джипетр, отвечая, сказал, «Ты Христос». Христос — это не фамилия Иисуса, не так ли? Петр не назвал его фамилию. Христос переводится как «Помазанник». Он сказал, «Ты помазанник, Сын Живого Бога». Я имею в виду, здесь он ответил на вопрос о тождестве Иисуса. Некоторые говорили, что он должно быть Иеремия. Некоторые говорили, что он отождествляется или ассоциируется с Илией, или другими пророками. Но Петр на вопросы Иисуса ответил, «Ты Христос, помазанник». То есть, ты отождествляешься с Ним. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это». Интересное слово «это». Оно привлекло мое внимание. Прежде всего, Иисус говорит, «Это не из-за того, что ты такой умный». Мы не можем полагаться на образование, не можем полагаться на кровь или плоть. Не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах, открыл это тебе. Мы часто говорим об этом, мы постоянно об этом говорим. Хорошо, послушайте. Что было открыто Симону? Тождество Иисуса. Его тождество. Его тождество. Вот что было открыто Симону. Это можно сравнить с ситуацией, когда кто-то не знает, кто вы такой. И тогда вы достаете свои права, они видят их, и тем самым вы открываете им ваше тождество. Через откровение, через то, что пришло от Бога к человеку, Бог открыл Симону тождество Иисуса. Вот что это было. Открытое. Откровение о тождестве. Откровение о тождестве Иисуса. Слава Богу. И смотрите дальше. Вы со мной? Тогда Иисус сказал ему в ответ. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это. Нам нужно ответить на вопрос об этом. Не кровь и плоть открыли тебе тождество Иисуса, которое в данном контексте обозначено словом «это». Но Отец Мой, Сущий на небесах, открыл тебе тождество Иисуса. Теперь смотрите. И я говорю тебе. Хорошо, теперь мой вопрос. С кем Иисус разговаривал до сих пор? Кому Он обращался? К Симону. Посмотрите в свою Библию. Не надо выкрикивать религиозные вещи. Библия прямо перед вами. Загляните в нее. С кем разговаривал Иисус? С Симоном, сыном Ионы. Его зовут Симон. Это его имя. С кем говорит Иисус? С Симоном. Хорошо. И что Он сказал Симону? Он сказал ему, «В знании, которое ты получил, нет твоей заслуги. То, что ты получил, Симон, о Моем тождестве ты получил от Моего Отца, который на небесах». Хорошо. И смотрите, что Он говорит дальше. Все еще обращаясь к Симону. Иисус говорит в 18 стихе, «И Я говорю тебе, Симону». Он говорит к Симону, «Не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах, Он открыл тебе Мое тождество, и у Меня есть что-то тебе сказать». Отец что-то сказал тебе, а теперь и у Меня есть что тебе сказать. Вы все следите за ходом Моей мысли. Иисус сказал, «И Я также говорю тебе, Симону, ты Петр». Его имя не было Петр. Его имя было Симон. Но в результате того, что там произошло, Иисус сказал, «И у Меня есть что сказать тебе, Симон, ты Петр». «И носем камни на сей скале, Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрушишь на земле, то будет разрушено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, кто Он, что Он есть Иисус Христос. Так что, очевидно, многие люди не знали о истинном тождестве Иисуса, но Симон знал. Хорошо, а теперь давайте разберемся с тем, как Иисус назвал Симона, и с тем, что говорил Иисус. 18 стих, «И я говорю тебе, Симон, ты, Петр, ты большой кусок скалы». Затем Иисус продолжил, «И на этой скале», греческое слово «Петра», на этой огромной скале, как Гибралтар, «я построю мою церковь». С годами мы стали воспринимать эти слова супердуховно, и на самом деле не слышали, что говорит Иисус, потому что, когда вы слишком углубляетесь в духовное, вы перестаете воспринимать что-то просто по-человечески. Посмотрите, что сказал Симон. Петр, ты Христос, сын Бога Живого. О, Петр, теперь ты будешь преуспевать. О, Петр, ты благословен, ибо Отец мой открыл тебе это. Но, Петр, у меня есть для тебя кое-что еще. Ты являешься частью этого. Ты составная часть. Что имел в виду Иисус? Откровение о Тождестве. Послушай, Петр, у меня есть для тебя кое-что еще. У меня есть часть в этом откровении. Ты составная часть этого откровения. Ты не скала, а часть скалы. скала – это откровение о Тождестве. Откровение о Тождестве Иисуса. но вот что он говорит, Симон, и у тебя есть в этом часть. Ты только что получил откровение о том, кто я такой, но также я хочу, чтобы ты понял и другое. это откровение о Тождестве, на котором я построю свою церковь. Это не только откровение о Христе, но также откровение о вас и о вашем Тождестве во Христе. Иначе говоря, Иисус – большая скала, а мы – маленькая. Я сейчас не говорю об одноименном городе в штате Арканзас. Вы – просто маленькая скала. Вот о чем я говорю. Смотрите. Здравствуйте, Петры. Привет, Петр. Брат Крис, вы – Петр. Брат Рок, вы – Петр. Сестра Бетти, вы – Петр. Брат Крик, вы – Петр. Вот ваше имя. Вы – Петр. Почему? Многие годы мы думали, если мы получим откровение о том, кто такой Иисус, мы будем благословенными, и врата ада не одолеют нас. Нет, братья и сестры. Вот что Иисус хочет показать вам. Если вы получите откровение о том, кто вы во Христе, если вы получите откровение о том, кто вы во Христе, вот на чем Бог будет строить свою церковь. когда мы получим откровение о своем тождестве, каково ваше тождество? вы постоянно отождествляете себя с плотью и кровью. Вы постоянно отождествляете себя с именем, которое вам дали папа с мамой. вы постоянно отождествляете себя с человеческим. Но ни на чем этом Бог церковь построить не может. этого не произойдет, пока мы, как христиане, не начнем отождествлять себя со Христом. Я понимаю, что это звучит радикально, но вы не можете видеть себя частью скалы Христа, потому что считаете недоступным даже близко подумать о равенстве с Богом. Однако Петры, части скалы, откалываются от самой скалы. Кусок скалы не стал скалой меньше. когда откололся от большой скалы. Отколовшись от нее, он также остался скалой. Понимаете, Иисус — скала посреди бесплодной земли. А вы — часть этой скалы на этой земле. Но вы позволили дьяволу ослепить вас в том, что касается вашего тождества. И для того, чтобы показать человеку, кто такой Иисус, потребовалось откровение с небес. И тогда Иисус сказал, «Теперь, когда ты знаешь, кто Я, давай Я открою тебе, кто ты». Понимаете, большую часть времени мы тратили на восклицание. Это Христос. Но никто не восклицает, «Это Петр». Это Христос, Сын живого Бога. Да, это Петр и другие сыновья. В 17 стихе 4 главы 1 послания Иоанна сказано, что как Он, так и мы в этом мире. Хорошо, а теперь смотрите, вот в чем дело. Если вы не примете своего истинного тождества, тогда остальное сказанное в этом месте Писания для вас действовать не будет. А что это за часть? Слова «Врата ада не одолеют вас». Это для тех, кто знает свое тождество. Я дам вам ключи от царства. Это для тех, кто знает свое тождество. Все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Все, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Это только для тех, кто знает свое тождество. Ничего не будет дано кучке номинальных христиан, которые живут, не зная своего истинного тождества и отождествляя себя с лишь формальной религией. Ничего не будет, пока вы не начнете ходить по этой земле, как христиане. Вы знаете, что означает слово «христианин»? Подобный Христу. Вы называете себя так, но теперь я объясню вам значение. Вы христианин. С этим у вас проблем нет. Вы христианин. О, да, аминь. Но это значит, что вы подобны Христу. Иисус скала. Мы на скале. Но Он скала, Он скала, а Я часть этой скалы. Вы слышали выражение «яблоко от яблони недалеко падает»? Вот откровение о вашем тождестве со Христом. Вы выяснили, пока вы не поймете свое тождество, пока не поймете, кто вы во Христе, ничего не будет. Нет смысла возлагать руки на больных. Они не будут исцеляться, потому что вы не знаете, кто вы во Христе. Вы думаете, что возлагаете руки на больных, как тот, кем вас назвала ваша мама. Вы не задумывались, почему Симона? С тех пор больше не называли Симоном. Его стали назвать по-другому. Вы не услышите, чтобы его больше назвали таким именем. С тех пор его называли Петром. Для того, чтобы напомнить ему о том, что он подобен Иисусу. Я хочу вложить это в вас. Я начал с того, чтобы привлечь к этому ваше внимание, а теперь я хочу вложить это в ваше сердце. Проснувшись сегодня утром, знаете, что я сказал? С этого времени я, как и Иисус на этой земле, я знаю, кто я такой. Трижды на прошлой неделе мое тело подвергалось атакам. Трижды я знал, как извлекать исцеление из своего духа и передавать его своему телу. И трижды это сработало. И это откровение приносит мне все больше и больше пользы, потому что я знаю, кто я во Христе. Я знаю свое тождество. И я не отождествляю себя с плотью. Я отождествляю себя с тем, кем я на самом деле являюсь. Меня интересует вопрос получения ключей от Царства Божьего. Но вы ведь не даете ключей от своего дома кому-то, у кого нет правильного тождества. Я уже рассказывал вам, что когда мой внук приходит домой с колледжа, у него есть ключ от дома, потому что у него правильное тождество. Он не звонит в дверь, он заходит и идет по лестнице. Я даже не знаю, когда он дома, а когда нет. Потому что когда вы знаете свое тождество, у вас нет проблем с ключами. Понимаете, друзья? Вы, христиане, но зачастую вы не используете силу, вложенную в вас, потому что формальная религия сказала вам, что вы не можете вполне отождествлять себя со Христом. Мы, Его дети, но вы не сможете воспользоваться ключами от Царства Божьего, потому что чувствуете вину, потому что чувство вины не даст вам это сделать. Ваше прошлое не даст вам это сделать. Вы не знаете, кто вы, потому что продолжаете отождествляться со своей плотью. Вместо того, чтобы делать это с тем, что о вас сказал Бог, откровение о вашем тождестве во Христе — это путь к обретению ключей от Божьего Царства, и тогда вы сможете связывать и разрешать, и врата ада не смогут одолеть вас и остановить ваши дела, потому что вы знаете, кто вы и знаете свое право делать это. Ключ всегда закроет дверь и откроет ее, потому что врата ада не смогут остановить человека, который знает свое тождество во Христе. Ничего не работает, если вы не знаете, кто вы. Вы думаете, что это делает Крефла? Нет, я часть скалы Иисуса, как Петр. Я возлагаю руки на больных, подобно Петру. Я исповедую, подобно Петру. Я разрешаю, подобно Петру. Я побеждаю немощь и болезнь, подобно Петру. Я, Крефла Петр. Пока вы не получите откровение о своем тождестве, вы будете намели. И знаете, единственное, что вы сможете делать без откровения о своем тождестве, единственное, что вы сможете делать, это действовать религиозно. Что мы зачастую делали? Действовали религиозно. Знаете, что такое формальная религия? Это только вид благочестия при отсутствии силы. И когда вы устанете играть в церковь, и будете готовы стать церковью, наполненной силой Божьей, это произойдет, потому что вы примете свое тождество. Сколько в вашей жизни борьбы? Вы боретесь изо всех сил, стараетесь верить Богу, а Бог говорит, «Знаешь ли ты, кем ты являешься? Сколько еще раз вы будете умолять Бога что-то сделать? В то время, как небеса говорят вам, «Знаешь ли ты, кем ты являешься?» Мы видим, как много христиан умирает от немощи и болезней. А потом они приходят на небеса и спрашивают, «Господь, что произошло?» А Он отвечает им, «Ты не знал, кем ты являешься. Это происходило потому, что вы боялись, что кто-то осудит вас. Когда вы скажете, как говорит Писание, «Я как и Иисус на этой земле, потому что люди будут судить вас по плоти, а не потому, что говорит о вас Слово Божье. Я как и Иисус на этой земле». Скажите своей маме, что я так сказал. Я как и Иисус на этой земле. Когда я проснулся сегодня утром, я как и Иисус на этой земле. Я исцеляю, как и Иисус на этой земле. Слава Богу! Я верю, как и Иисус на этой земле. Я не считаю, что так нельзя. Хорошо. Я привлек ваше внимание. Теперь могу проповедовать. Я думаю, что привлек ваше внимание, потому что вы, по крайней мере, меня слушаете. Я не сказал, что вы уже всего достигли. Вы еще не достигли. Потому что если бы вы достигли, вы бы не смогли усидеть на месте. Все пришло бы в движение. Но вы еще не достигли. Вы боретесь и сражаетесь со своей внешней оболочкой, пытаясь понять, как же вы можете быть, как Иисус на этой земле, после того, что вы сделали прошлым вечером. Вы еще немного обижены, немного разгневаны. Вы еще немного сердитесь на каких-то людей. И не понимаете, что Бог не судит о вас по вашей плоти. Он смотрит на вас, как на Дух, потому что только с Ним Он может общаться. Бог не может общаться с вашей плотью. Он не может общаться с вашей душой. Но Он может общаться с вашим Духом. Единственное, как вы можете в это поверить, через Слово Божье. Но у вас все еще трудности, потому что вы не можете это увидеть и потрогать. и вы позволяете своим чувствам отговаривать вас от вашего тождества. Я учу вас на эту тему, потому что сам уже это прошел. Понимаете, о чем я? Я через это тоже прошел, но теперь я другой человек. Я часть скалы Иисуса, как Петр. Я не имею в виду попов, но я Петр, слава Богу. То есть, я часть Великой Скалы Христа. Ну, хорошо. Главный вопрос или не главный, но почему мы видим, что Сатана атаковал двоих людей, у которых абсолютно вне всякого сомнения были абсолютные, чистейшие ДНК и структуру от Бога. Заметьте, Адам не рождался из утробы женщины. Поэтому, если кто и мог претендовать на тождество с Богом, так это Адам. В зачатии Иисуса не было семени мужчины. Если кто и мог говорить о тождестве с Богом, так это Иисус. И Он делал это снова и снова. Итак, у нас два Адама. Первый Адам и последний. Сатана атаковал их обоих. И интересно то, что Он атаковал их в одной и той же сфере. Откройте третью главу Бытия. Посмотрите на первого Адама. Откровение о вашем тождестве во Христе — это скала, которую врата ада не в состоянии одолеть. Это позиция для получения ключей от Царства Божьего. Теперь посмотрите пятый стих. Конечно, вы знаете эту историю. Она начинается в четвертом стихе. Бытие 3, 4. «И сказал змей жене...» Давайте я начну с первого стиха. Спешить некуда. С первого стиха. Змей был хитрее, коварнее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Вот первая ошибка. Зачем ты говоришь со змеем? Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». «И сказал змей жене, нет, не умрете». Посмотрите на его атаку. Посмотрите на что нацелен враг. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вы видели? Будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете остальную часть истории. Они заглотили наживку. А знаете, почему они попались на наживку? Они не знали о том, что они уже подобны Богу. Они не знали свое Тождество, и поэтому им можно было заморочить голову. Они не знали свое Тождество, и поэтому их можно было обмануть. Они не знали свое Тождество, и поэтому враг мог прийти и сказать им что угодно, и они поверили бы, потому что они не знали, кто они во Христе. В результате незнания своего Тождества Адам и Ева были лишены возможности дальше жить в Эдемском саду. Из-за того, что они не знали своего Тождества, они были изгнаны из сада. Из-за того, что они не знали своего Тождества, они потеряли одеяние славы. Смотрите, что произошло. Сатана смог взять над ними власть из-за того, что у них не было откровения о своем Тождестве. Они не могли и не знали, что они были отождествлены с Богом. Как можно не знать, что вы отождествляетесь с Богом, когда вы ходите в Его одеждах? У вас нет обычных одежд. Адам и Ева не были обнаженными. У них не было обычных одежд, но они не были обнаженными. У них не было обычной одежды, но они не были обнаженными, потому что были покрыты славой Божьей. И враг сказал, «Пойду посмотрю, узнают ли они, кто они. Атакую их Тождество, и если они не знают, кто они, тогда я смогу получить всю власть над их жизнью». Но вот что произошло. Я атакую их Тождество, а у них есть сила выкинуть меня из сада. Но поскольку они не знают, кто они, они не смогут использовать свою силу. Теперь откройте 4 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Давайте начнем с 1 стиха. Вот Иисус, у Которого есть полное, совершенное откровение о том, кем Он был и кто Он есть. Посмотрите. От Матфея 4.1 «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал». Дьявол думал, что из-за того, что физическое тело Иисуса испытывало голод. Понимаете, Иисус знал, что его физическое тело – это не он, это только его дом. Дьявол не понимал этого. Теперь смотрите. «И приступил к нему искуситель и сказал…» Заметьте, что он сказал. «Это первая область атаки». Смотрите. «Если ты Сын Божий, что подверглось атаке?» Его тождество. «Если ты Сын Божий, чтобы Иисус стал сомневаться в своем тождестве, подобно тому, как сегодня вы сомневаетесь в том, кто вы. Как сегодня вы сомневаетесь в своем тождестве?» О, такого не может быть. С пастором совсем что-то не то. Боже, что с ним случилось в Южной Африке? Синди, что с ним произошло? Они приехали оттуда и теперь говорят нам, что мы как Бог. Как Он это делает? Он это делал 20 лет назад. И почему, когда я поднял этот вопрос 20 лет назад, я подвергся такой атаке? И почему, когда брат Копланд поднял этот вопрос 40 лет назад, он получил такую атаку? Почему, когда брат Хейген поднял этот вопрос, его провозгласили лжепророком? Почему, когда брат Кеньон поднял этот вопрос, начались атаки? Дьявол знает, в чем дело. У Него больше нет власти, и если вы знаете, кто вы, Он больше ничего не сможет вам сделать. Хорошо, теперь посмотрите, в чем разница. Посмотрите, в чем разница. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма, и говорит ему, если ты... Он все еще пытается атаковать его тождество, и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках... Да, хорошо, Господь. Когда вы знаете, кто вы, вам незачем это доказывать. Мое тождество подвергалось атаке. Мне говорили, что моя фамилия Доллар, не настоящая. Я не собираюсь выступать по национальному телевидению, чтобы доказать, что моя настоящая фамилия Доллар. Я Доллар. Я не собираюсь показывать вам свое свидетельство о рождении или делать что-то еще. Я уже знаю, кто я. Хорошо, смотрите. Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано... Седьмой стих. Иисус сказал ему. Написано также, не искушай Господа Бога твоего. Я не думаю, что вы понимаете, что Иисус сделал здесь. Иисус сказал. Написано также, ты атакуешь Мое тождество, поэтому давай, я покажу тебе, что твоя атака бессмысленна. Написано также, что ты не должен атаковать Господа Бога твоего. Иисус не делал какого-то утверждения о Боге. Он говорил дьяволу. Я хочу, чтобы ты понял, я знаю, кто я. Я Господь Бог. Я знаю, кто я. Не играй со мной. Ты это проделал с первым Адамом. Я знаю, кто я. Давай, я прямо скажу тебе, кто я. Господь Бог. Иисус сказал. Давай, я скажу тебе еще. Я скажу тебе, когда я сотворил тебя. Я скажу тебе, как я сотворил тебя. Я знаю, кто я, и ты знаешь, кто я. Понимаете, дело в том, что дьявол знает, кто вы, просто вы не принимаете свое тождество. Дьявол знает, если я заставлю его хоть немного усомниться в своем тождестве, я одержу победу. И знаете, какой самый главный враг вашего тождества? Не дьявол, а религия. Религия. Вот самый главный враг. Вы думаете о себе так, как вы думаете. Из-за религии и из-за всей этой неверной, глупой информации, которую вы слышали. Если бы вы потратили 20-30 лет жизни на то, чтобы слышать то учение, которое я вам говорю сейчас, то вам бы при переправе через озеро, лодка была бы не нужна. Вы бы сказали, давай, пошли. Идешь со мной. Но ведь это же вода. Я усвоил это более чем за 30 лет. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, «И все ангелы приступили и служили Ему». «И все ангелы приступили и служили Ему». Вот часть, которая мне нравится. Тогда оставляет его дьявол. Когда дьявол оставляет его. Когда он выразил откровение о том, кем он был. Когда вы понимаете и принимаете откровение о том, кто вы есть, тогда смотрите, дьявол оставляет вас. Я отступил от этого двадцать лет назад. Теперь уже не отступлю. «Как Иисус, так и я». Нет, 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 нет. Я знаю, кто я. Однажды я вошел в комнату, готовясь изгнать беса из задержимого человека. И вот этот человек повернулся и сказал, «Я знаю тебя». Я говорю, «Ты посмотри». И он тоже меня знает. Он тоже меня знает. Бесы знают меня. Бесы знают вас. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Бесы знают вас. Проблема в том, что вы не знаете. Бесы, каждый бес знает ваше тождество. Они просто надеются, что вы его никогда не узнаете. Вот единственный способ, чтобы они оказывали всевозможное влияние на вашу жизнь. Если вы останетесь невежественным или религиозным о том, кто вы есть во Христе, «Я знаю, что я Петр». «Я знаю, что я Петр». «Свершилось». Никакой борьбы. «Я знаю, кто я». Другие думают, что знают, кто вы. Религия думает, что они знают, кто вы. Бесы знают, кто вы. Бог знает, кто вы. Он просто ждет, когда вы примете откровение о том, кто вы. Хорошо, теперь смотрите. Это даже еще более восхитительно. Иоанна 4, 24. Книга Бытия 2, 7. Прочтем и то, и другое. Вот в чем дело, леди и джентльмены. Если вы не отождествляетесь со Христом в природе и точности, тогда нет вам смысла искать, кто вы во Христе, потому что ничего из этого вы все равно не используете. А если попробуете один-два раза, тогда дьявол будет подсказывать вам, что вы всего лишь человек, и тогда вы бросите эти ключи и больше даже не будете пытаться их использовать. Вы помните о том, что Библия – это зеркало, так? Евангелие от Иоанна 4, 24. Библия показывает вам отражение того, кто вы есть. Библия показывает вам ваш дух, увидеть его вы не можете. Я могу коснуться вашего тела, я могу сказать слова, которые коснутся вашей души, но в видимом мире нет ничего, что может коснуться вашего духа. Единственно, как вы можете соприкоснуться с духом, с духовным миром через Библию и через свою веру в Слово. Вот ваше отражение, вы смотрите в него, и оно показывает вам, как выглядит ваш дух. Вы смотрите в физическое зеркало, и оно показывает вам, каково ваше лицо. Вы доверяете физическому зеркалу, и вы доверяете отражению до такой степени, что что-то делаете. А теперь вам надо начать доверять Слову. Смотрите, что здесь сказано. Иоанна 4, 24. Давайте прочтём двадцать четвёртый стих вместе. Готовы? Читаем. Иоанна 4, 24. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Бог есть... Что он говорит? В расширенном переводе сказано «Бог есть духовное существо». Моё тождество в Нём. Но мне, прежде всего, надо утвердиться в том, что я отождествляюсь с Богом духовно. Теперь откройте книгу «Бытие» 2, 7. Хорошо, седьмой стих прочтём вместе. Готовы? Читаем. «Бытие» 2, 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кому из вас знакома Библия Комаш? Вот как в ней переводится фраза «И стал человек живой душой». Там говорится, что человек после Бога стал ещё одним говорящим духом. Первое, где вам надо отождествиться и обрести своё тождество – это в истине. О том, что Бог есть дух, и я есть дух. Бог – духовное существо, и я – духовное существо. В послании к фессалоникийцам говорится, «И ваш дух, и душа, и тело – человек, триединое существо. Он есть дух, обладающий душой и живущий в физическом теле. То, что вы называете своим «я», чаще всего лишь ваш дом. Когда ваше настоящее «я» оставляет свой дом – тело. Мы кладём ваш дом в ящик и закапываем в землю. Тело не ваше настоящее «я». Когда вы выходите из этого дома, мы кладём его в ящик и закапываем в землю. Выйти из тела, согласно Библии, значит, во дворица у Господа, если вы христианин. Ваша душа идёт с вашим настоящим «я». Потому что об этом в нескольких местах ясно говорит Писание. Когда умер богач, а затем и нищие, они помнили друг друга. Они друг друга видели. И богач даже помнил, что у него на земле осталась семья, потому что он умолял отца Авраама послать кого-то к своим братьям. Она идёт с вашим духом. На небеса вы идёте или в ад, но душа идёт вместе с вашим духом. Если вы попадаете в ад, вы будете помнить каждый раз, когда я пытался привести вас к спасению. Душа идёт вместе с духом. Библия говорит, что Бог создал плоть из праха земного. Она была мёртвой до тех пор, пока он не сделал ноздри. Затем он вдунул в ноздри человека, вдунул дыхание жизни в ноздри человека. В некоторых переводах говорится «дух жизни», дыхание. Бог вложил в этого человека, в это тело, часть себя. И потом тело и душа стали жить, потому что дух – это сердцевина, средоточение человеческого существа. Дух. Скажите, я – духовное существо. У меня есть душа. Я живу в теле. Я подобно Богу. Духовное существо. А сейчас вот что я вам скажу. Если вы не верите отражению, которое даёт вам Писание, я вам помочь не могу. Я стараюсь сказать вам, кто вы. А религия старается… Как только я начинаю говорить вам, кто вы, религия говорит, «Нет, ты это не можешь. Нет, ты не такой». И религия держит вас в рабстве. А я продолжаю жить исцелённым, преуспевающим и свободным. И всё это благодаря тому, что я знаю, кто я. Людей, которые знают, кто они, религия называет высокомерными. Ничего из этого на меня больше не действует. Я всё равно знаю, кто я. Что это у меня в руке? Я знаю, что уже делал это раньше, но сделаю снова. Что это у меня в руке? Бумага. Что у меня в руке? Что у меня в руке? Пожалуйста, подержи немного. Что в руке у Диакона Бена? О, значит, это всё также бумага, хотя я отдал её ему. Пожалуйста, подержи немного. Что в руке у служителя Арчи? Это всё равно бумага. Хотя это его бумага. Хотя я вложил её в его руку. Это всё равно бумага, так? Что в руке у епископа Фуллера? Это всё также бумага, верно? Итак, это была бумага. Когда я держал её в своих руках, это была бумага. Когда она была целой, это была бумага. От того, что я вкладываю её в чьи-то руки, бумага не становится чем-то другим. Так и дух не становится чем-то другим от того, что Бог вложил его в тело. А, вы просто не слышите, что я говорю. Вы переживали эту борьбу? Нет, 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 нет. Когда Бог вложил дух в тело, дух не стал чем-то другим. Дух убить нельзя, потому что Бог бессмертен. Вот почему вы будете существовать на небесах или в аду, потому что дух не может умереть. Что это? Что это? Если бы у меня был клей, я смог бы склеить эти кусочки бумаги снова. Так же наступит день, когда все эти кусочки, все они соберутся вместе там, откуда пришли. «Потому что соединяющиеся с Господом» Первое послание к Коринфянам. Есть один дух с Господом. Я духовное существо, подобное Богу, сотворенное по Его образу и подобию. Разве я это выдумал? Кто это сказал? Бог, вот кто это сказал. Если бы этого не было в Библии, я бы и не знал. В Библии сказано, сотворим человека по образу нашему, а это дух, по подобию нашему, а это дух. Пусть он будет как мы. Бог уже сказал вам какое-то ждество человека. Пусть он будет как мы. Бог создал человека и сказал, поместим его в физическую сферу. Что значит, дадим ему физическое тело для того, чтобы он мог понимать физические вещи и наслаждаться ими. И дадим его телу физические ощущения, чтобы он различал горячее, различал холодное, различал опасность. Поскольку в прошлые годы мы не слышали Евангелие, мы смотрели на отражение тела в зеркале, и, видя это отражение, думали, что тело и есть наше истинное Я. Поэтому, когда вы видите кого-то лежащим в гробу, то, поскольку вы не знаете истины, вы бегаете и кричите, «Моя мама! Мама, это моя мама!» Это не ваша мама. Вашей мамы там нет. Вы, зная, что я езжу именно на этой машине, и увидев, что я вышел из нее, станете бросаться на капот и кричать, «А-а-а! Пастор! Пастор!» Иисус, это никакой не пастор. Я просто на этом езжу. Я на этом езжу. Тот факт, что я на этом езжу, не значит, что это я. Это тело не я. Я просто езжу на нем. Здесь, на земле. Однажды я покину это тело, и тогда откроется мое истинное Я. Библия называет мое истинное Я сокровенным человеком. Также внутренним человеком. Почему? Потому что он не был открыт физическому человеку. Кто мы во Христе? Поэтому нам необходимо отождествляться с Богом, принимая именно это отождество. Духовное существо, а не отождествляя себя с телом. Духовное существо. Духовное существо. Как я могу поверить в то, что он прав, если я этого не вижу? Вот это и есть ваш главный враг. Плотский разум равно смерть. Духовный разум равно жизни мир. А плотский разум – это тот, который находится под владычеством пяти органов чувств. Это значит, что вы под полным владычеством того, что вы видите, слышите, чувствуете, того, что можете попробовать на вкус и ощупать. И если вы позволите, чтобы эти пять органов чувств владели вашей жизнью, результат – смерть. Эта прогрессия ведет к смерти. Если ваш разум под владычеством пяти органов чувств, вот что тогда будет в вашей жизни – разочарование, печаль, одиночество, депрессия, болезни, немощи, нехватка, бедность. Все это в конечном итоге приведет вас к тому, что вы покинете это физическое тело. Вы умерли, потому что доверились своему разуму, которому врач сказал, «У вас рак». А вы сказали, «Я верю в то, что у меня рак». Поскольку вы никак не связаны со своим духовным человеком. Вы не знаете о своем отождествлении со Христом. В итоге вы страдаете от того, от чего не должны были страдать. Кто-то скажет, «Пастор, я болею. Что мне делать?» Верьте Слову Божьему. Пусть ваш дух верит Слову, несмотря на то, что говорит ваше тело. Вы верьте Слову, говорите его вслух и исповедуйте, что вы исцелены. Я – носитель исцеления, я – носитель силы. То, что в моем духе, я прямо сейчас высвобождаю в свое тело, чтобы оно получило от этого пользу, и вы будете исцелены. Но вы напуганы, потому что не знаете… Послушайте, если вы не знаете своего отождествления, если вы не знаете своего отождества, я вам говорю, не отождествляйтесь тем, с чем отождествляться нельзя. Вас научили отождествляться с болезнью и с медициной, и вы считаете, что если врач вам не поможет, то не остается никакой надежды. Если вы отождествляетесь тем, что губите свое тело, поедая неизвестно что… Я не хочу это есть, но оно мне нравится. Хорошо, тогда умрите. Понимаете, вы не можете сначала губить свое тело, а потом бежать к Иисусу за исцелением. Вы не можете вначале губить свое тело, а потом входить в сферу Духа, говоря, «Сейчас я высвобождаю исцеление, сейчас я съем эту тысячу пончиков, а потом провозглашу свое исцеление, чтобы вывести сахар из артерий, и чтобы кровь поступала туда, куда она должна поступать». Откройте первое послание Иоанна 4 главу 17 стих. Многие люди будут задавать вопросы на эту тему. Я не остановлюсь, пока вы это не усвоите. Иисус скоро вернется, когда я приду на небеса, я придя туда скажу, «Господь, я пытался научить их». И когда вы попадете на небеса, вот будет смешно, если вы не примете эту истину сейчас, то придя на небеса и ничего не зная, вы не сможете войти в тронный зал. Вам придется сначала пройти обучение и подготовку. И вот что еще будет смешно, «Когда мы попадем на небеса, я буду вас учить тому же, чему учу сейчас». И когда вы окажетесь у меня на уроке, я вам скажу, «Если бы вы научились этому там, на земле, вам не пришлось бы сидеть у меня на уроке здесь». Первое послание Иоанна 4,17. Прочтем вместе. Готовы? Читаем. Прочтите последнюю часть еще раз. Еще раз. Еще раз. Хорошо. Скажите мне, что вы только что прочитали. Хорошо. Скажите мне, что вы только что прочитали. Мне нравится, что ты только что сказал. Мой брат только что сказал, мы близнецы. Как он. Видите, вы не поняли. Прежде всего, где Иисус? На небесах. Мы будем там же рядом с Ним всю вечность. Религия научила вас, когда вы попадете на небеса. Когда я попаду на небеса, я облачусь в одежду, я усядусь, обуюсь в туфли и буду ходить по небесам, потому что буду подобен Иисусу. Религия научила вас, что пока вы не попадете на небеса, подобным Иисусу вы не будете. А что мы только что прочли? Как Он, так и мы в этом мире. Когда мы умрем? Нет, когда мы умрем. Нет, когда мы умрем. Ведь религия сказала вам, что вы не можете быть подобным Иисусу, пока не умрете, потому что вы по плоти и время от времени ругаетесь. Вы живете в плоти и вот так ведете себя. Как же вы можете быть подобными Иисусу? Моя плоть не может быть, как Иисус в этом мире. Моя душа не может быть, как Он в этом мире. Но та часть меня, которая родилась свыше – Дух. Может быть, как Он в этом мире. Когда я нахожусь сегодня в этом здании, в этой церкви, я как Он сейчас. И при этом некоторые из вас продолжают говорить, «Господи, я хочу верить! Помоги моему неверию!» И при этом, когда ваша мама давала вам имя, у вас нет проблем с тождеством, которое вам дали ваши мама и папа. Однако есть проблема с тождеством, которое вам дал Небесный Отец. Как вы думаете, как бы чувствовали себя ваши мама и папа, если бы в их присутствии вы отреклись от того, кто вы есть? Вы знаете, кто вы, но когда на вас давят, вы отрекаетесь. Вы меняете имя, потому что не верите в то, кто вы есть. Я достаточно долго отрекался от своего тождества. Возможно, это вызовет еще больше противоречий. Давайте, восемьдесят первый Псалом. Если вы хотите что-то твитнуть, то пусть это будет что-то очень хорошее. Да, это хорошо встряхнет вас. Да, я знаю, кто я. Как бы меня ни называли, меня это не беспокоит. Если вы назовете меня бедняком, я не обернусь. Я не отождествляюсь с этим. Если вы назовете меня стариком, я не отождествляюсь с этим. Эй, глупый! Я не обернусь. Я не отождествляюсь с этим. Почему вы игнорируете меня? Вы не называете меня правильным именем. Я не уделю вам никакого внимания до тех пор, пока вы не назовете меня правильным именем. Хорошо, вы готовы? Смотрите. Здесь речь об обличении неправильного суда. Псалом 81.1. Бог встал! Он обличает неправильный суд. Он обличает неправильный суд. Посмотрите, что в этом обличении. Бог обличает неправильный суд. Я спрашиваю вас, как вы судили сами себя? Смотрите. Бог встал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Это привлекло мое внимание, сестра Кэрол. Он произнес суд среди кого? Среди богов. Кто эти боги? Да, Бог сказал, что произнес суд среди богов. Естественное место, в котором бог произведет суд, это среди нас. Вы сами это сказали. Вы не можете меня судить. Бог единственный, кто меня может судить. Говорю вам, Синди, будут задавать такие вопросы. Что вы с ним сделали там, в Южной Африке? Что случилось? Бог стоит в собрании представителей, Бога. Среди судей он произнес суд, как среди богов. Маленькая буква «Б». Заметьте, большая буква «Б» среди маленьких. Библия говорит об Иисусе, как о царе царей. Я имею в виду, а кто эти цари, среди которых он, царь царей? Настало время вести себя как царь. Начните вести себя как царь, который знает своего царя царей. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего. Исторгайте его из руки нечестивых. Не знают. Не разумеют. Во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Основания колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы. Итак, послушайте, Бог не только сказал, что вы боги. Он сказал, что вы дети Всевышнего. Если бы я спросил вас, кто из вас дети Всевышнего, то поднять руки для вас не было бы проблемой. Да, а кто из вас боги? О, я не сказал, что вы бог. Боже мой, я настолько глуп. Иисус наша скала. Я маленькая часть скалы. Но я не меньше, чем большая скала. И я рад тому, что это так. Но он хочет, чтобы я получил откровение о том, что я маленькая часть скалы со всеми привилегиями того, что я – это часть. Тот же образ, то же подобие, то же тождество. Нет разницы между большой скалой и ее маленькой частью. Тождество остается тем же. Скала, скала.